Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема. Вакцинировать водителей, транспортных компаний и техперсонал. Совещание по этому поводу провел мэр города Салман Дадаев. Белорусы в Дагестане, представители духовенства ближнего зарубежья, приехали познакомиться с культурой нашей республики и укрепить межконфессиональные связи. Музей в городе. Выставка под открытым небом проходит в Махачкале. Коллекция картин должна привить любовь посетителей к изобразительному искусству. Мэр Махачкалы Салман Дадаев совместно с представителями МВД республики провел совещание с руководителями транспортных компаний города. Перевозчики были предупреждены об обязательной вакцинации всех работников, водителей и техперсоналов в соответствии с решением Роспотребнадзора. Руководителям транспортных компаний напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения обязательного масочного режима в общественном транспорте. За всем этим ежедневно в разных частях столицы будет следить межведомственная комиссия. По словам главы города, за неисполнение требований по отношению к компаниям будут применены штрафные санкции вплоть до расторжения муниципальных контрактов. В Дагестане открываются новые прививочные пункты против коронавируса. На сегодняшний день в республике уже работают 86 пунктов вакцинации, а также 56 выездных. Для того, чтобы сделать прививку, при себе нужно иметь копию паспорта и СНИЛС. Отмечу, что ситуация с коронавирусом в регионе все еще остается напряженной. За последние две недели значительно выросло число госпитализированных пациентов с симптомами коронавируса. Представители духовенства из Беларуси прибыли с рабочим визитом в Дагестан. Первым делом они посетили Исламский университет имени Мухаммада Арифа в Махачкале. Гостям провели экскурсию, им показали учебные классы, библиотеку, спортивный зал и показали учебный процесс. Религиозные деятели из Беларуси пообщались с преподавателями Дагестанского вуза. Впечатления остались очень самые добрые. И надеемся, что вполне возможно, что наши бутуренты, наши ребята тоже захотят учиться в вашем учебном заведении. Делегация из Беларуси прибыла в регион на три дня. Они также посетят духовного лидера, шейха Ахмада Афанди, встретятся с представителями власти, познакомятся с культурой региона. В ходе визита запланировано участие в конференции, а также заключение соглашения между духовенствами Беларуси и Дагестана о дальнейшем сотрудничестве. Кирпич самой древней мечети России заложили на основании мечети имени пророка Мухаммада. В знаковом событии участвовали представители муфтиятов Северокавказских республик. Камень из стен Дербенской джума мечети, возраст которой более 800 лет, заложил председатель исполкома координационного центра «Мусульман Северного Кавказа» Мухаммад Рахимов Хаджи. Находясь на территории Духовного Центра имени пророка Исы, муфтий из Ставропольского края отметил знаковость этого события и напомнил о важности консолидации мусульман и необходимости совместно решать ключевые проблемы умы. Более 120 тонн мяса раздал благотворительный фонд «Инсан» в дни праздника Курбан-Байрам. Их получили около 15 тысяч нуждающихся семей по всей республике. Об этом сообщил руководитель организации Мухаммад Расул Ахмедов. Благотворителями акции «Мясо в каждый бедный дом» стали порядка 4 тысяч человек. Помимо этого, меценат Сулейман Керимов пожертвовал малоимущим 5 тысяч баранов. Их мясо также адресно доставили сотни волонтеров. К сожалению, охватить всех нуждающихся людей и все обращения мы физически не могли, потому что на попечении у фонда находится только в Махачкале 20 тысяч нуждающихся семей. Хочется поблагодарить всех, кто принял участие в этой работе, всех, кто жертвовал свое мясо, кто принимал физическое участие. Именно объединившись, мы сможем больше и лучше оказать помощь. Живопись под открытым небом в Махачкале стартовал выставочный проект «Музей в городе». На улицах столицы расположились шедевры изобразительного искусства. А современные технологии помогали горожанам узнать о картинах побольше. Выставочный проект в центре столицы. Экспозиция под названием «Музей в городе» расположилась прямо по проспекту Расула Гамзатова. Формат выставки на открытом воздухе помогает приобщать население к культуре и искусству в условиях эпидемиологической ситуации. Я думаю, что вот эта идея сама, она не просто прекрасная и замечательная, она жизненно необходима нашему городу, потому что все-таки человек, в первую очередь, это то, что он потребляет, то, что он ест. И искусство, культура – это самый главный компонент, из которого мы все состоим. Наша духовная пища. Духовная, эмоциональная, умственная. И поэтому нужно насыщать как можно больше культурой и искусством нас всех. На выставке представлены живописные картины и графические работы. Проект призван рассказать о шедеврах изобразительного искусства и привлечь посетителей в дагестанские музеи. В музее под открытым небом побывал и мэр города Салман Дадаев. Я думаю, что самое лучшее, что можете сделать вы, это дать нам обратную связь, потому что все, что мы делаем, это делается в первую очередь для жителей нашего города, для гостей нашей столицы. Мы, более того, будем постоянно обновлять контент. И хотелось бы знать, работа каких художников вам были бы интересны. Вообще, что, какое направление живописи интересует вас. И вообще, я думаю, что мы должны понимать, что город – это наш общий дом. И все, что там происходит, это должно осуществляться в некой коллаборации вместе с вами. Администрация города хочет создать такое культурное пространство, в котором мы бы комфортно существовали. Интересной особенностью является наличие на картинах QR-кодов. При наведении на них камеры смартфона пользователь получает подробную информацию об авторе и музее, в котором находится работа. Карим Даниев, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Боксер Муслим Гаджимагамедов вышел в четверть в финал Олимпиады в Токио. Сегодня утром дагестанец, выступающий в весе до 91 килограмма, встречался с атлетом из Алжира Абдельхамидом Бенчаблу. По итогам трех раундов все судьи единогласно признали нашего спортсмена победителем. Следующий бой за выход в полуфинал Гаджимагамедов проведет 30 июля. Соперником его станет боксер из Германии. Другой дагестанский спортсмен Альберт Батыргазеев начнет выступление в японской столице завтра. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всех благ. До свидания.